Новый крок у развития нафтовой промысловости. Распочалось строительство магистрального нафтопровода «Гомель-Горки». Проект, правда, масштабный, его рачистые открытия не засталось без уваги не только керавництва в области, а и краины. Учим значность будущего нафтопровода, доведался Миколай Скенсиян. Протяглость будущего нафтопровода – 207 километров. Могутность – 6 миллионов тонн нафты в год. «Гомель-Транснафтодружба» реализует проект за уластные сроки. А гэта – 300 миллионов беларуских рублёв. По словах намесника премьер-министра Республики Беларусь Юрая Назарова, вартость довольно невялікая у промысловых масштабах. Але гэта зусім не променшая важнасть проекта. Старт его реализации плановали на 1-е листопада, але отырмалася пачать работы нават раней. Ніяких пирашкот для житявлений да и нема. На урачистом открытии гоноровые гости цалком пераканалися. Процесс запущены. Нават особисто паудельничали у орбитальной зварцы. Такий способ дозволяє ўсё зрабіць максимально якосно. Пасля завершення работ – аутографы на першім зварочным шве. Керауніцтва в області і країны прызнає. Проект учім сті гістарычны. Гомель Горкі да поможа аб'єднаць магістральнае нафтопроводы унеча Полацк і унеча Мазыра Адамова. Гэта дозволяць перапамповаць сыровіну поміж беларускімі нафтоперапрацовчымі заводамі і даставляць нафту на аб'єкт із альтернатывних напрамкаў. А крамя таго форміраваць ае стратегічныя запасы. Мы к 25-му году увеличим резервуарный наш парк почти до миллиона, а миллион – это почти непрерывна работа месячная двух наших НПЗ. І вот эта наша, так называемая перемычка, вот эта, да, между двумя ветками нефтепровода «Дружба» позволит нам очень оперативно і быстро связывать, перебрасывать потоки нефти. Вот, как минимум, между этими двумя крупнішими резервуарами. Вот, що це даёт. Одна з основных мета у нафтопровода «Гомель-Горки» – диверсіфікація поставок сыровіны. Улады подкресливаюць. Надія на проект – великі. Миколай Скинціян, Валера Гапанько, Телерадо і компанія «Гомель».